Тавкав Зайн Амуд Бейт 27 лист, страница 2 Урок у нас идет в память Шолом Бен Цви Гирш и Сара Бат Авраам Если мы помним прошлый урок, а мы обязаны его помнить Мы остановились на таком эпизоде, когда ученик Рава Великий учитель Рав, его звали, учитель с большой буквы Ученика звали Раби Ирмия Бар Аба Он стоял на молитве позади учителя, сзади учителя, за его спиной И молились, они молились, шмоне и сре, молитва Амида Который молится стоя Мы и занимаемся сейчас изучением вот этих вот логических вопросов Связанных с Амидой, с Тфилой И мы отметили, что он стоял сзади учителя И возник вопрос, как-то возможно, мы на этом вопросе остановились Если по Барайте была приведена Барайта, в Гемаре была приведена Барайта Такую тему По Барайте, Раби Элеезер там сказал в этой Барайте Что закон таков, что тот, кто стоит на молитве и молится Сзади своего учителя, за его спиной Он способствует тому, что, не дай Бог, присутствуя Всевышнего Шхина Она покидает Израиль То есть, плохо делать еврейскому народу Почему же тогда Раби Ирмия Бар Аба Молился, стоял и молился позади молящегося Равы Рав молился, а заднего его ученика И это были последние слова нашего урока в прошлый раз Сейчас они будут первыми И мы начинаем читать на странице 27 Это наверху Примерно совсем наверху И мы так произнесли Ответ такой Шани Раби Ирмия Бар Аба Шани Шин Алиф Нун Юд Шани отличается вот этот случай от других случаев У нас есть общий случай, общий закон, общие правила Нельзя стоять за спиной учителя во время молитвы А Раби Лезер Раби Ирмия Бар Аба стоял Так вот, у него был особый случай Он имел право стоять Каждый раз, когда есть некоторый закон И частный случай, который противоречит этому закону То при ответе очень часто употребляется это выражение Шани Этот случай отличается У нас это осталось со словом Мэшане Шинуй Изменение Мэшане изменяет Отличается чем-то от общего случая Так написано, что вообще-то сам Раби Ирмия Бар Аба Шани Он отличался Чем? Читаем Отличался от остальных учеников Которым нельзя стоять сзади учителя И написано Он был учеником и другом у Равы Рав у Равы А не простым учеником А поэтому Не был обязан себя вести, как простой ученик Имел право вести на правах равного человека И мог молиться и перед ним, и сбоку, и сзади Слово Талмид это вообще ученик А слово Лимуд Учиться Очень часто Любого мудреца мы называем Талмид Хахам Талмид Хахам это называется Ученик мудреца Или очень часто еще говорят Ученик мудрец Он и ученик, он и мудрец Вообще любой мудрец, он ученик Поэтому Талмид Хахам это мудрец Но здесь написано, что вообще-то про учеников мы говорим Про Талмида Вот Раша дал такое определение Талмид Хахам это ученик-друг Талмид Хахам Это такой же мудрец, как и учитель Но у него он чему-то научился Таврахату ютер Раш так написал Хотя бы чему-то Вот он становится уже с ним Равный человек А ученик Талмид Почему он Талмид Хахам? Он нормальный Хахам, как и этот человек Но он чему-то у него научился Он сразу перешел в разряд Талмид Хахама Талмид Хавера Ну и что? И чем отличается просто от Хавера? Здесь вопрос не обсуждается Ария не обсуждается Ученик должен стоять сзади Талмид Хавера может стоять сбоку Ну а чем Талмид Хавера Отличается просто от Хавера? А тем, что он ему обязан Хотя бы за ту мудрость Которую он получил от него Хоть частично Так Параш Если он получил даже не всю мудрость Рамбом написал немножко другое Вы видите сложность здесь Рамбом так написал Ученик, который получил от этого мудреца Большую часть своей мудрости Называется Талмид Хавером Почему? Потому что вообще-то Когда сидят два человека И учатся в Хавруте Два мудреца То они друг от друга много чего могут получить Но не в результате обсуждения А вот один другому Говорит то, что он получил от своих учителей Ну даже и такое бывает А чтобы уйти от этой сложности Потому что все люди Талмид Хахамы Талмид Хавера Друг к другу Получается То Рамбом ввёл такое определение Да нет Это тот, который Большую часть своей мудрости Получил от него Пришёл Магарик Ещё один великий учитель Из Решоним Такая была эпоха И сказал Даже если он получил от него Большую часть своих знаний Но стал по мудрости Выше учителя Какое-то количество знаний он получил И даже большую часть Он стал по мудрости выше учителя И теперь может стать И за его спиной и рядом А другие пришли и сказали Так Магарик спорит с Рамбомом И не спорит Рамбом сказал Который получил большинство А Магарик сказал И стал выше его Так нет Есть такое мнение Что они просто дополняют друг другу И каждый из них скажет А ещё и так Тоже согласен Получил больше знаний Самое главное А стал выше его Хавер А второй год Стал выше его Стал выше его Но получил Заня какие-то получил Согласен Понятно да Тоже непростая вещь Так или иначе Кто был у нас Раби Ермия Бараба Талмит Хахам Сам по себе И Талмит Хавер По отношению к Раву Поэтому мог молиться Рядом с ним А откуда мы знаем Что он был Что он был Извините за выражение Талмит Хавером Хавером Рава Между прочим Смотрите Здесь ещё есть Это маленькое мнение Ученик Друг может молиться Сзади учителя Так по Гемаре следует Да Так сама Гемара сказала Шани Он был Ученик и друг А Бет-Исэф Пришёл Сказал Даже такому нельзя Откуда взял Бет-Исэф Бет-Исэф Взял из многих Трактатов Это просто не в этом месте Но Бет-Исэф Это тот Кто сделал Шульхан-Арух А поэтому наш закон Даже такой По Бет-Исэф Как правило Ещё и последнее Совсем замечание Сделать В трактате Кедушин Есть такой трактат В Седер-Нашим В Ваилонском Талмит Там сказано Что Раби Ирмия Бараба Был учеником Не Рава А был учеником Рава Вуны А вот Равуна Был ученик Рава То есть он был Второе поколение Учеников Какой мог быть Хавером Так написано В Кедушин Это Сафот Объясняют Спокойно очень Объясняют Мне так нравится Их объяснение На самом деле Было два мудреца С таким именем Причём в одном месте Талмуда Псахим Есть ещё такой трактат Сказано о нём О втором этом ученике Ученик ученика Рав Ирмия А не Раби Как у нас Так что сомнений никаких нет Это ученик Рава А не тот Который Рав Ирмия Бараба Которому нельзя Стоять сзади Вообще нужно Отойти в другую сторону Может быть В следующий раз Мы будем изучать Те законы Вообще не следует Встать молиться Во время молитвы В окружности В кругу Четыре моды Она называется На два метра Рядом своим учеником Даже рядом Ну сейчас Это правило Не очень соблюдается Может я расскажу Соображение Почему оно Не очень соблюдается Не потому что Мы стали слабее Или закон Нам облегчает Нашу участь Так или иначе Нашли некоторые Послабления Но вообще Человек Который хочет Соблюдать Что называется На все сто процентов Он конечно Сзади своего Равина не станет Не всяк сомнений И мы говорили В прошлый раз Почему Потому что Стоять рядом с ним Если стоять Сзади него Это такая Гава Гаева называется Вот я с Равином Молюсь Это раз Непростая вещь А вторая Самая простая вещь Можно привязать Кровина к месту Как шнурками Ботинок к ноге Он никуда не сдвинется Ты что будешь Молиться Думать будешь О том где ты стоишь Или ты будешь Молиться со Всевышним Будешь молиться Со Всевышним Правильно И можешь задержать Свою молитву Дольше чем Твой учитель А он же никуда Не может отойти Поэтому на прошлом уроке Учили что нельзя сделать Даже три шага назад Пока Там кто-то молится В пределах тоже Двухама Двухама Все-таки Двухама Недалеко Но сейчас Вообще-то нормальные люди И даже есть Сзади На некотором расстоянии От него Тоже не отходят к месту Это называется Тирха Леатриях Утруждать Своего Равина Другой человек Ну Все молятся Как молятся Хотя есть такое даже правило Если ты знаешь Что очень долго молишься Вот иди куда-нибудь В сторону Так Чтобы не стоять За кем-то У хатитов Это меньше соблюдается Сейчас тоже Есть причина для этого А у литовских евреев Соблюдается Ну Начиная где-то Со взрослого Сознательного возраста Начиная с 18 лет Уже они начинают Понимать Это что это такое Это я заметил Это мои наблюдения Так или иначе Смотрите Чтобы не привязать человека Это мое выражение Не привязать человека Ты молишься долго А он может отойти Все уже ушли Все уже За субботним столом сидят Ты молишься Всевышним Просто здорово Молодец Дым из ушей А он бедный Стоит И уже нас ждет И дети И деваться некуда Запрет Кто написал Шульхана Рух Да Баят Йосеф Так в сторону Мы отошли И теперь Откуда мы взяли Что он Хавер Танны Хавер И вот Приходят И вот приходят Откуда Вагайну Вот откуда Слезает Это Ни с какого случая Вагайну Д А вот именно Что Д Каамар Лэ Раби Ирмия Бараба Лерав Потому что Сейчас Как только Принес Аравид Принял ли ты А они молились Мы помним В конце Прошу уроку Да Что они молились Это не просто Молились Они молились Субботнюю молитву Б.Р. В шамбат Перед субботой Как часто Сейчас мы И тоже делаем Поэтому Возьми его И спроси Ты принял Вообще На себя Субботу М.Б.Д.Л.Т. Вот Это еще одна тема Возникает Видите У меня две книги Передо мной И каждый Предлагает Свою гирсу Свой вариант Признесения Всех этих слов Мы получили гемару И не получили Никуда Не получили значки В одной Написано Это рамейский язык Очень красивый язык Б.Д.Л.Т. Б.Д.Л.Т. Афром Б.Д.Л.Т. Б.Д.Л.Т. М.Б.Д.Л.Т. Разве Отделился ты? Просто Я к тому Это говорю Что Кто требует Чтобы мы Все было В значках С Никудом Что это Еще Неизвестно Как на самом деле Все это Произносилось И писалось Много вариантов Так или иначе Он к нему Обратился Ну что Рав Ты отделился От От Субботних работ Которые Можно было Раньше делать Теперь их нельзя делать В.А.М.А.Л.Т. И тут ему ответить В.А.М.А.Л.Т. Скал ему Ин Б.Д.Л.А. Им Б.Д.Л.А. Им Б.Д.Л.А.Н.А. Тоже Наверное Должен быть Вариант Вне Всякого Сомнения Я не буду Выискать Сейчас Тоже Отличается В.А.М.А.М.А.М.А.М.А.М.А.М.А.М.А.М.А.М.А.М.А.М.А.М.А.М.А.М.А.М.А.М.А.М.А.М.А.М.А.М.А.М.А.М.А.М.А.М.А.М.А.М.А.М.А.М.А.М.А.М.А.М.А.М.А.М.А.М.А.М.А.М.А.М.А.М.А.М.А.М.А.М.А.М.А.М.А.М.А.М.А.М.А.М.А.М.А.М.А.М.А.М.А.М.А.М.А.М.А.М работ. Или Равин отказался от этих работ. Почему здесь нас заодно учат, как нужно обращаться к Равинам? Часто приезжают в Израиль, не знаю, да и там на материке думают, что на иврите можно обращаться. Нету слова «вы» в единственном числе. Это незнание, ни больше, ни меньше. Запрещено Равину говорить «ата». Запрещается категорически. Но если вы живете в таком месте, где так принято говорить, значит, Равин такой и все. Есть такие круги здесь, в Израиле много и достаточно. Но вот в том литовском еврействе и в харидимном еврействе, которому принадлежит, по крайней мере, наш центр Толдот-Ишурун и крупнейшие раввины, называется «Бнеешивот». Люди из Ешив, которые учатся в Ешивах и в Колорях, не принято у нас говорить «ты». Вот как здесь. Видите, нельзя было сказать, что, отделился? Это видно. «Мейбадалта», так будто на иврите. Нет. Нужно сказать, учитель, «Мейбдильмар» «Мейбдильмар» в третьем лице. Единственное число. А делился ли учитель? И это подобающий язык. Так и надо говорить. Вы заметили, в третьем лице единственное число. Да? Заодно уж эту тему, чтобы закрыть. Можно с раввином говорить во множественном числе, но в во множественном числе, но в первом лице. Или в третьем-единственном. Ну, мармин, учитель меня слышит. Я сейчас спросил учителя, а у меня не ответил. Это называется, почему у меня не ответили? По-русски вы, во множественном числе. Многие думают, на еврейских нужно спросить, почему ты не ответил? Не дай бог. Не дай бог. А почему вы не ответили? Это нормальная русская речь. Правильно, да? Вот это очень часто на Рамите и в нашей среде. Обязательно. Именно так и говорят. Ашкенадское еврейство. Во множественном числе. Машломхэм. Вы скажете, ну, это немножко придумано. Это, наверное, привезли из... Я слышал такое объяснение из России, где есть множественное число. Не, найдешь, такого нету. В Ишилах то же самое. Но есть это и в Иврите. Это есть в нашем Талмуде. Это и в наших книгах. Это есть в нашем Танахе. Обращается один человек к другому. Шаломалейхэм. Лоалайх. Да, на Арамите, в короткой форме. Или Алэха. Шаломалейха. Шаломалейха. Нет, мы говорим, Шаломалейхэм. Хотя в песнях поется, я здороваюсь со всеми. Но на самом деле, я и с одним человеком так могу сказать. Шаломалейхэм, а у меня отвечает Алэхэм Шалом. И у меня во множественном числе отвечает. Так что вы видите, что это не из славянской России, не славянской Европы, польский язык, белорусский и так далее. Так или иначе, мы видели, что он говорил на тему со своим правом, своим учителем и другом. Они молились засветло, еще это был день. После половины Минхи, плагминхи, мы помним этот урок, да? Что Минху молится до половины Минхи, до времени без четверти 11. Если всю светлую часть суток мы делили на 12, то это будет без четверти 11. А 12 – это когда солнце упало или звезды вышли. И по рабе Иудии, такая у нас Аллаха, на следующий урок, может быть, я приведу все эти Аллаха, просто возьму и расскажу все законы, как соблюдается это над тем, которые мы с вами проходили. И по рабе Иудии надо молиться не до шкии, по крайней мере, до заката солнца, Минху, а за час 15, до час с четвертью до этого срока надо Минху закончить. А потом можно читать Марьев. Как вы к этой теме пришли? Марьев, аравит. Читать в смысле произносить. Молитвы не читают, а произносят. Минху молятся. И вот этот случай был. Здесь пришли люди, евреи, в частности, от Раввы, и молился, субботнюю молитву, аравит, еще в пятницу, в Эр-Шаббат называется. Эр-Шаббат – это за день до этого, по крайней мере, до наступления самой субботы. Так часто и мы делаем, особенно в тех местах, где рано наступает. Тоже нужно знать, с какого времени начинается это. Почему? И раби Ирмия отметил это, они молились в молитву, и он спросил, как мы здесь видим, ты субботу, свято субботу, он себя принял? Потому что он другу спросил. А вот есть и очень интересный комментарий о том, что сам раби Ирмия, кстати, совсем не аравит молился, вместе, удивительный, уникальный случай, вместе с рабом. Рав молился аравит, а он вместе рядом с ним стоял, я даже не знаю, миньян это было, или миньян, я уже сомневаться начинаю, и молился минху. А зачем такое объяснение пришло, что он нам дает? Как же, поэтому он удивился, ты аравит молился, а ты отделился от всех этих работ? Потому что если они молились аравит, все вместе, что сделали, то и сделали, вопроса нету. Ну, такое маленькое замечание, так некоторые люди здесь написали, некоторые наши учители. Извините. Вот и все. Тема урок кончился, начинается просто новый урок. Кимар дошла до этого места и говорит, а что, можно молиться вот так вот засветло? Марьф, аравит, надо молиться, когда наступит время для этого. Мы же на эту тему, это наша мечна пришла. Марьф, Энла, Кэва, да? Аравит, вечерней молитвы нет для него конкретного времени. Хорошо, но когда-то она начинается же. И некоторые говорят, когда? Как мы в прошлом уроке говорили, когда заканчивается Минха. А Минха по Рабиуде заканчивается еще засветло. Поэтому можно произносить уже и Марьф, что и делают наши сфарадим. У них это принято здесь. И еще Шки нет, а уже Марьф можно молиться. Правда, как мы сказали, все равно, если даже вы произносите сейчас в молитве Марьф, Шма Исраэль, Шма, читаете уже, можно сказать, Криат Шма, то все равно, читайте на здоровье, но, пожалуйста, после того, как будет Шкия, придет нормальный день, то есть, сутки новые, начнутся новые сутки, Шма повторите. Потому что это не засчитывается. Что нам сказали в прошлый раз? Почему это не засчитывается? Это очень даже засчитывается. Потому что некоторые ложатся прямо до Шкия. В самом Шма написано, ложась и вставая. Вот он и лег, еще день был. Ну, на этом теме есть спор, общий закон есть, мы, может быть, с Божьей помощью поговорим в следующий раз. Так или иначе, приходит Гемария, спрашивает, а что? Тот, кто произносит, произносит, субботний оровит, еще засветло. Ботьем называется, да? Ботьем. Ор, засветло. Что, запрещены ему работы, как в субботу? А что спросил раби Ирмия Бараба? Ну, помолился. Малев. В субботу еще не пришла? Мы-то знаем, что суббота пришла. Это мы знаем сами. Талмуд еще ничего не знает. Уми. Уми бдиль. И что, нужно прекращать? Это Гемара спрашивает. То есть, человек прекращает всякие работы, которые запрещены в субботу. И тем самым принимает на себя связь с субботы, прочтя, прочтя, не прочтя, молясь, оровит накануне субботы. То есть, так можно поступить? На что за вопрос? Почему так нельзя сделать? Если Гемара задает вопрос, это означает, что у нее и есть на что опереться, что так делать нельзя. Считаем. Вега Амар Раби Авин. Ведь сказал же Раби Авин. Сейчас будет его высказывание. Что он сказал? Памахат, митпалэль Раби, шель шаббат, бээр в шаббат. Однажды, памахат, однажды, гитпалэль молился, Раби, кто это такой Раби? Раби Игуды Ганаси, да? Приносил Раби субботнюю молитву, видите, написано, приносил Раби, шель шаббат, написано Туфила. Ну, достаточно сказать, он гитпалэль шель шаббат. Он молился субботнюю. Так это нормальный еврейский, нормальный язык для Мишны. Когда? Бэр в шаббат, накануне субботы. Ну, произнес он и произнес. Признес. А дальше что написано? Венихна, венихнас, ле мерхац, ваяца, вэшаналан, пиркин, и пошел в баню после этого Марева, после этого Рабида. Ваяца и вышел оттуда, живой, невредимый, я бы даже сказал, мытый. Перед субботой. Хорошо. Вэшаналан, и преподавал нам, пиркин, наш урок. То есть, вел себя как обычным образом, после молитвы, какой молитвы, Аравид, после которой нужно принять все субботние незаконы, и пошел в баню, а баня запрещена. Горячая вода запрещена. Мыть горячую воду запрещено. Кто-то сказал, сейчас скажут. Вадайн ло хашиха. А в другой книге написано ло хашиха. И все еще, вадайн, все еще, ло хашиха, еще не было темно, все еще была пятница. А он уже произнес, Аравид, помылся, вытерся, пришел к нам сюда, шайка, наверное, с веником, еще дал урок, и все еще светло. Явно, не принял на себя эти запреты. Так что же вы говорите, что нужно принимать запреты на себя? Кто это сказал? Авен, раби Авен, человек очень близкий к раби. Он, говорят, в последние годы раби, когда тот уже был, уже в возрасте, в последнем возрасте в своей жизни, Пиркин, он ему прислуживал, помогал, он был все время с ним. И поэтому его характеристика, то есть его свидетельство принято. Отсюда видно, что раби не принял на себя запреты на работу в субботу. И почему не принял? Да потому что субботу сегодня наступил, потому и не принял. А почему вы говорите, что надо принимать? И раби, и Ирмия, и Бараба спрашивают, Рава, ты принял на себя? То есть можно принимать, можно не принимать, а раз и то, и другое можно, вопрос несостоятельный, да, потому что просто сохранят любопытство. Или еще почему-то нужно, почему? Амар Рава. Рава на это ответил. Много позже истории с Авином, раби Авином. И он так сказал, очень интересный ответ за него. Гагу, до них нас, ля зия. Это был тот случай, Гагу, в данном случае, это не он, тот самый, не раби, и никакой здесь никуда, в данном случае, раби. Это относится, это тот случай, а, ху, де них нас, ля зия, он пошел потеть. Он не в баню пошел, а в парилку. Сухую, я бы даже сказал. Хотя, почему, мокрое тоже можно. Пошел в парилку, в баню, да, запрещено. Поэтому все он принял. Он принял на себя субботу, пошел, попарился, пришел, дал им урок, а мы смотрим, с недоверием на все на это и думаем, вот попарился и не помылся горячей водой. Это что еще такое? Не сходил в баню? Странно, да? Гагу, до них нас, ля зия. Векодам, кзира гава. Векодам, кзира гава. И было это раньше кзиры. Запрета ходить в парилку. Оказывается, сначала мудрецы наши установили запрет на посещение в субботу бани. Нельзя это делать. А через некоторое время и парилки запретили. Наверное, там было такое искусство париться. Приходили, парились, потом вытирали себя. Чем же можно вытереть себя в субботу-то? Полотенце уже не выдаришь. Да? Это известно. Ну, они, правда, высыхали. Встали рядом с вентилятором, высохли. Не знаю. Но парилки опоздали от бани. И Раби пошел в парилку именно в это промежуточное время. Бани были запрещены, а парилки еще нет. Вот он сходил, он успел до вечера сходить. Хороший ответ. Вывод. Раби не нарушил субботний запрет, приняв во время вечерней молитвы в субботу. Маленькое замечание. Что-то такое с бани, с парилкой-то произошло. Мудрецы запретили посещение бани в субботу. Знаете, из-за чего? Из-за того, что работники бань здесь в евреи, не евреи, неважно. Пускай даже не евреи. Если он сделал что-нибудь запрещенное мне, мне же нельзя этим пользоваться. в некоторых случаях. Будем говорить про евреев. Они знаете, что делали? В субботу нельзя нагревать воду. Но в принципе, выпрессовать на себя можно, по частям, не по частям. Это потом шульха на руку придёт и запретит. Они делали очень простую вещь. Они нагревали в субботу и говорили, что это у нас ещё с пятницы. И чтобы этого не было, не то, что наказали, а сказали, что всем запрещается. Всё. Бани запрещены. Даже водой, которая нагрета до субботы. Ребёнка своего, пожалуйста, можете вымыть его над ванночкой. Это ваше личное дело. А взрослого человека нельзя. А уж тем более нагревать. Из-за чего? Из-за того, что нагревали в субботу. Поэтому запретили любое использование бани, даже то, где вода была нагрета заранее. Но парилкой без воды они разрешили. Почему? Там же не надо ничего нагревать. Даже без воды. Но дело-то в том, что некоторые начали приходить якобы в парилку. Трудно прийти попариться и не помыться. И потом шли в баню. И из-за того, что они всё равно мылись, запретили и парилки. Так вот, Раби успел в эти две гзеры. Запрет на баню, запрет на парилки. А нам с вами не повезло. И будем ходить чистыми, будем мыться до субботы. Ну, вот так он и объяснил. И вроде бы Гемаре нужно успокоиться. Гемаре никогда ни на чём не успокаивается. Она в славовом такие хорошие. Элени, разве? Вот всё, что ты сказала, это так вот, да? Верно ли, что сказав, произнеся аравит накануне субботы, человек принимает на себя святый суббот? Откуда взяли, что это так? Потому что сейчас у нас есть дурь, еще доказательство, что это не так. И начинаем читать. ВГА. ВГА, это называется «А вот ведь». Сейчас будет приведена история. Или закон очень часто приводится. Но это объяснение, возражение. Разве это так? ВГА. Абай Шара Лейли Раф Димим Бар Ливай Лехавруй Салай ВГА. И вот ведь. Абай, это имя мудреца, Шара разрешил, значит, что-то его попросил, он сказал, да, можешь, что сделать, Лей ему, Ле Раф Диме Бар Ливай. Его отца звали Ливай, слово Леви, наверное, но такое было признашение. Сам он был на Раф Диме. И он его просил, он рассказал, разрешил, что он сделать, ему разрешил. Лехавруй, тоже по-разному это слово пишется, Лехавруй Хавар, салей серой окуривать салей корзинки. После вечерней субботней молитвы все это происходило. Разрешил. Раз так, то почему вы говорите, что человек, который произнес аравит накануне субботы, он теперь принял на себя связь субботу. А вот, не принял. Да, что это такое закурить корзинки, чтобы они окрасились в белый цвет. Так везде написано, а это крашение, да, лицевое, это запрещенная работа в субботу. А некоторые сказали, да нет, ну, не все сказали, но я не вел, чтобы кто-нибудь возразил. Никому нужно что-то красить перед субботой. Но здесь красили и ни корзинки никакие не красили. Такая горячая пары серы. Есть ли серые пары? Да? Ходили в авлобаре. А, в авлобаре. В бане серной в Белисе. Клали-то одежду. И мы аж ним окуривали это серый и все это приобретало в белый цвет. Другого выбеливания не было. Так написано. В некоторых белили одежду. Перед субботой, не субботой, не важно. Главное, что он разрешил это сделать. И все это было после чего, после того, как прочитали, произнесли аравит. Запрещена суббота работа. Ответ. Вот было же, у нас отмечено, здесь много сидят в зале в нашей Виловской академии людей, которые эту историю помнят. Каждый раз это свидетельство, не один человек придумал. Все знают. Гаагу и этот случай, таута ошибка гавай. Это было по ошибке. Ошибочная была ведь. То же все знают. Комендатор переводит, раз все знают, судя по тому, что сейчас пойдет дальше, история рассказана, все это произошло таким образом. Рабе Дими бар ливарь был уверен, что он наступил в субботу почему то что небо затянулась тучами стало темно бывает такое в израиле тоже и ошибочно произнес аравид не знаю в меня не отдельно от меня может все меня на мой сделать тоже интересная тема все вместе они вместе сейчас от тем будет раскрыта а потом облака разошлись и все выдали солнце и поэтому он обратился к оба и видите написано в х оба и шара разрешил он обратился к оба и и спросил можно ли мне который произнес аравид случайно нечаянно по ошибке такой-то ошибки могу ли а сроченько быстренько пока сера не охладилась покрасить всю одежду иначе у меня суббота не суббота и жена будет ругаться он сказал можно шара разрешил ему поэтому оба и разрешил ему заняться работой на самом деле намек на закон но отсюда в частности закону учиться вся который принял принял на себя субботу до ее наступление до наступления по ошибке не считается принявшим субботу принять ее нужно сознательно намеренно а ошибка не засчитывается просто такое правило поэтому здесь все оба и посмотрите как интересно идет диалог гимара самой собой все что по ошибке не засчитывается гимар сейчас просят еще почему очень даже засчитывается смотрите она заражает против такого объяснения она так говорит ватаута миадра что ошибка возвращается то есть тот кто принял на себя запрет по ошибке считается будто он не принял а если по помолился по ошибке что он теперь ему нужно это молиться эту молитву ошибка же было так вот оба и разрешил красть говорят это наши ошибка была что теперь нужно молитву нужно повторить или нет и гимара спрашиваю что это разве так и скажет сейчас обязательно скажет а вот ведь здесь у нас история сегодня день истории легкий гимарсин да вамара авидан сказал ведь авидан авина это имя мудреца звали его на самом деле это сокращение от двойного имени оба юдана юнота юда юдана с детства так пошло тоже близкий человек к рабе очень близки тезка я обсказал что ты удают юда в амар авидан сказала вида честно приведет еще одну историю которые есть тоже многие могут пересказать то что приму от своих учителей мы получили по махат однажды нет кашуру шамаем б а вивы а вив через а и на эту тучи по махат однажды нет кашуру завязались небеса облаками это называется за волоком небо тучами красивый перевод что лучи завязал с неба облаками или за волоком небо тучи заволокло их так что все подумали что все кончился день субботний кисвурим а а ам ломар хашихагу кисвурим на такой оборот видись не причастны обороты еврейским и народ решил своим до решил а ам народ ломар сказать хашихагу это темнота темнота называется вечер темнота от облаков теплота от того что солнца нет раз так то и это было знать когда по махат я хочу что в субботу это было кончалась суббота и вот наступил вечер ваних на сулле бы так не сад и ваш я не синагогу вид в гид полилу шель муцея шаббат бешаббат и молились молитву которые из молитвы которой вечерняя молитва аравит для марев на исходе субботы муцея шаббат бешаббат в субботу то что вот я не кончился каться хотя еще было свод в нет пазру а вимы и расползлись раступились разошлись тучи мы за ха хама и высияло солнце выгляну солнце и все видали ой еще суббота а мы уже помолились какую молитву аравит и наверное нам обдала сказали по всем правилам все по всем правилам все видишь они ошиблись в бау шалу это рабе пришли спросили рабе надо ли молиться снова когда будет темно и вот о чем это все среди 3 отыскал что можно не молиться не что нужно молиться да все уж мы там была ненужная молитва а сейчас что и рабе им им сказал замар и сказал им раме вы или вот и полы лу и гид полы лу и раз вы молились то молились второй раз не надо молились не речь идет о вечерней молитвы сказано конечно после половины минхи как мы говорили да плаг минхо потому что если она была произнесена раньше это этого момента когда еще нельзя читать марев читать произносить аравит то он точно должна община повторить а тут не надо ничего повторять то что все вовремя было такое замечание есть и не надо повторно молиться хотя первая молитва была ошибочной вот что возражает гемара ошибочную молитву оказывается можно не молиться чем ты бы что можно это был в субботу по аналогично нести по ошибке помолились еще до наступления субботы как помолились вот не аравит вечернюю субботную молитву то не надо повторять субботу при наступлении темноты молитва засчитана из этой истории мы учим и то же самое с тем кто принял наши по ошибке на себя субботние запреты несмотря на ошибку суббота для него наступила тогда почему абай разрешил рау диме сделать запрещенную работу по окраске одежды которые засунули зачем-то в корзинке после того кто-то помолился субботнюю молитву по ошибке что-то он разрешил помолился помолился правильно принял так принял скоп ошибки и гемара предлагает ответ я прям написал оригинальный ответ совершенно неожиданный шани отличается это случай от истории саба и раби диме почему шани цибур цибур общину не утруждают одного раби диме можно утрудить пускай помочь второй раз дело матри матри хинан леву потому что не утруждают их общину молиться еще раз то же самое с молитвой при наступлении субботы здесь нас молились они еще суббота была они помолились помолились молитву вечерние выходы и субботы и равен сказал не надо то самое при молитве которые при наступлении субботы если она сказано было сказано признать на по ошибке то что то община ее не повторяет но отдельного человека эти написано шани цибур но отдельного человека с 1 по ошибке молился не только его молитва не засчитывается но считается что он не принял на себя субботу молитву он не этого не засчитывается суббота на него никак не действует поэтому до фактического наступления физической субботы работа ему не запрещены если он точно сам сказал запрещены мне но по ошибке сказал не знает меняется ну все уж точно сегодня сейчас урок совсем кончился кроме одного у меня есть время я хочу прочесть еще немножко вещей то ладно со мной нормально хорошего рук табаре разрешаешь дело в том что мы все только сказали помните они наверное по ошибке не только помолились вечерняя молитва аравит они еще знать что сделали наверно уже и авдалу там сказал авдала считается такая нет еще поэтому просто это прочту это не молитву и в этом текст можно читать молитву не читаю это произносит мид полылим да нельзя сказать корень я сейчас будет читать а потом мы на следующем уроке может быть позже почтаем а потом посмотрим может быть да можете амара бихи бар а вина сказал раби хи бар а вина так вызвали и раввы великий рав рав царе шэль шаббат бояров шаббат равв молился субботнюю молитву аравит накануне субботы молитва субботне а суббота еще не наступила а он молился накануне суббот это первая история вторая история раби йо шиа раби йо шиа мецалай шель муце и шаббат бешаббат а тот еще интереснее он после субботню молитву аравит молился в субботу аравит его возникает сразу два вопроса а чего не было с кедуш мать произносить нужно правильно наступление субботы на выходе суббот нужно обдала а в золотом засчитывался нет и так начинается рассмотреть оба случаем раф царе шель шаббат бояров шаббат раф произнес субботнюю молитву накануне субботы вечер вопрос умер душа аля кос а и но мэр душа аля кос вот тут так делает и молится заранее еще когда еще вас пятница на дворе последние минуты может остаются сейчас 15 то так поступает обязан ли он говорит к душу над бокалом вина до наступления ночи вы помните что мы помнишь ему дело мы произносим с вами марев субботний поздравляем друг друга субботы у нас там есть написано к душа душа тут написано кедуш мы говорим потом идем домой шляпа красиво дома дети нас ждут жены нашему по песню шла малейхом и тут же произносим что кедуш правильно ведь а если мы это сделали заранее днем нам нужно ждать вечера или можно прийти и еще еще день когда разрешается молиться марев и надо сказать можно рассказать кедуш бокал или нельзя так делать и сказано ташма иди учи ташма это иди учи и закон на эту тему дома рафнахман амар шмуэль рафнахман величайший учитель ближайший ученик величайшего шмуэля в бавеле вот так сказал металле адам шель шаббат бэйра в шаббат в мэр к душа аля кос до наступления хошиха наступление темноты разрешено ему произносить субботнюю молитву но после половины минхи да и тогда он говорит к душу над бокалами на аля кос над бокалом аля кос шель яйн и какой закон в гилхо таковады такой и закон у нас с вами все закончена эта тема а второй пример рабе шея рабе шея мы целый шель муце шаббат бэшаббат рабе шея молился после субботнию вечернюю молитву субботу тоже остался маленький отрезок времени после плак минха по мэр абдалла аля кос а и номер абдалла аля кос там это же произносится абдалла в молитве то возвращаемся домой и все все уже собрались многие уже и сказали мавди и все нормально нужно теперь еще сказать абдалла аля кос зажигаем эти нужно свет обдали свечи есть у нас специальные вещи для запаха и тогда приносим все барах от 4 браке которые нужно так вот можно это сделать еще когда еще суббота не кончилось фактически ташма иди учи дома раф иуда амар шмуэль так сказал раф иуда сказал шмуэль там был раф нахман сказал шмуэль второй его ученик величайший ученик раф иуда уж мы про абдаллу второго рассказал про что про первое про к душу кедуш а второй про абдаллу дома раф иуда мар шмуэль мит полэль адам шель муце шаббат бы шаббат произносит человек после субботнюю молитву субботу тоже после плейной минхи вы и что мы мэр абдалла аля кос и произносит абдаллу над бокалом вина здесь еще мне несколько слов несколько слов совершенно замечательных наверное я сейчас уберу и не буду рассказывать на этом уроке это самый настоящий анекдот в талмуде рассказывается анекдот на тему вы знаете что как это можно звучать на одесском языке рабинович у нас вчера продавал яйца вот здесь на нашем рынке по 2 рубля десяток трогают конечно знаю только был не рабинович оливкович не яйца а каштаны и не на нашем рынке она не на привозе а на новом рынке в центре города вот эту тему следующий есть анекдот но правда на нашу тему с вами кто где молился когда и почему он это делал вот на этом сегодня заканчиваем урок большое спасибо всего хорошего шалом шалом